И снова всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шестидко, со своими короткими видео из Дубаи. Короткие это до 8 минут, потому что Xiaomi Mi 6 больше 8 минут видео не снимает. Не знаю, в чем это прикол, но в любом случае еще, еще одно видео. Предыдущее посмотрите внизу в описании, всплывающих аннотациях. Я все еще в Дубаи Молл, где вы уже видели и аквариум Дубаи, и даунтаун Дубаи. И вот теперь вы видите еще фонтаны Дубаи, Дубаи Молла, вот они такие вот. Фонтаны Дубаи будут отдельно, а здесь вот вы видите, или водопады, как это назвать. Просто гигантская стена на три этажа, с льющейся водой. Ну, не знаю, тут культ воды, понятно, в пустыне. И вообще это все впечатляет нисколько там размерами. Ну, обыкновенный, скажем так, кроме его размеров, торговый центр. Сколько тем, что данный торговый центр стоит посреди пустыни. Не знаю, сколько они тратят сейчас, а летом это должно быть потрясающее количество электричества, которое тратится для того, чтобы это все охлаждать и тому подобное. Но, 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 здесь комфортно, здесь хорошо, здесь сейчас приятно. И даже чуть-чуть прохладненько, вот вы видите, то есть коридоры, 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 а я маленький такой. Ну, а страшно представить, если все это выключится. Вот что будет, как если будет какой-нибудь полный black down всего этого дела. Ну, а я тут подхожу, по идее, вот здесь, вот за углом, находится еще одна достопримечательность Дубаи, каток. Не знаю, как он там это, но говорят, каток олимпийского уровня. То есть на нем можно проводить соревнования, на нем можно кататься. Вот со льдом, кстати, прохлада ощущается. Я подхожу ближе, становится еще, еще прохладнее. Везде какие-то магазинчики, везде какие-то кафешки. Радует, что у людей есть деньги на то, чтобы это все покупать. Цены, кстати, тоже достаточно высокие. Ага, тут у нас мороженое и чешская еда. Странно, откуда тут чешская еда? А, тренделики, вот они где. Вон тренделики они пытаются продавать. Ну, хорошо, пусть продают тренделики, это все наше. Все, но в любом случае здесь много... А, они делают из тренделиков вот такие вот штучки. Чехи, наверное, сами не хотят, вроде чехи. И додумались до этого дела. В общем, здесь я вот уже подхожу к катку. И, судя по всему, вот он. Здесь толпа народа катается. Кто-то на них смотрит и тому подобное. Главное сейчас не уронить этот телефон. Тут фоткается народ на фоне бам-би-би. Ух тышка, вы посмотрите, что делается. В общем, они стали по отдельным персонажам из автобота в видео снимать. Вот этот каток. Каток действительно огромен. Он действительно реально размером большим. Непонятно только, это действительно настоящий лед. Или это так, совсем-совсем искусственный пластик. Хотя, по идее, люди падают. Вон, ребенок без всякого страха поднимается, опираясь на лед. Он, наверное, не очень холодный, догадался я. И, вон, вы видите, учат кататься и прочее, прочее, прочее. Футуристически смотрится. А, вот и фудкорт. А я переживал, что фудкорта не будет. Футуристически смотрится этот фудкорт посреди громадной плазменной панели, где идет, как вы видите, реклама. Прикольно это все дело сделано. Да, так возвращаясь к катку. Каток, ну, такой, массивненький. Даже вот есть, как вы видите, трибуны небольшие. Наверное, с другой стороны тоже есть трибуны, но мы их не видим. Везде кафешки для того, чтобы вы могли полюбоваться, пока дети катаются чем-нибудь красивым. А я сейчас пойду полюбуюсь какой-нибудь выбором, меню. Там я смотрю, фудкорт там громадный. Туда улицы и улицы уходят. Вон и китайская еда и все остальное. Это как раз то, что мне надо. Да, вы не видите там в глубине. Ну, может быть, и видите. А, вон и, кстати, рождественская деревня. Бедные дети. Вы видите, их родители заставляют бегать по снегу босиком. И кидаться снежками. Ну, в общем, я понял. Снег там ненатуральный. Хотя, с другой стороны, вон, посмотрите, там другое покрытие. Здесь таки лед. Или это просто лед сверху приложили плиточками. В общем, явно ненастоящий снег. Там, где дети бросаются. Им не понять, что вот так вот босиком. И хватая руками снег, это очень и очень в реальности чревато. Я надеюсь, там глювайн наливают и прочие вещи. Или только чай. Наверное, только чай. Все-таки публичное место. И глювайна здесь не будет. Или какой-нибудь полуглювайн без алкоголя. Кстати, об алкоголе странный момент. Я вообще не чувствую потребности в алкоголе. Может, место такое намоленное. Может быть, потому что перемена климата и жара. Ну, вот вчера, например, я ел безлимит за 200 этих местных денег. За 50 евриков, за 300. Можно было взять с алкоголем. Ну, я что-то, знаете, таки подумал. Плюс 25 не имеет значения при таких ценах. А напиться от пуза алкоголем можно было бы не лимитировано. Ну, я отказался. Странно даже для себя. Может быть, не верил, что у них есть вкусное пиво. А другого алкоголя, в принципе, особо и не пью. Ну, в общем, где-то так. Такая вот вещь. Это рождественская, как вы видите, полянка. И этот ледовый каток в центре пустыни в Дубае Мол. А я буду прощаться. Пойду я на фудкор. Да, вот и указатель фудкор. Напомню, что с вами был я, Игорь Шаститко. Напомню, что у меня идут короткие путевые заметки из Дубая. Длинные я потом отдельно поснимаю. Не с руки, а, по крайней мере, со стабилизатора. И не этой камерой, а ИЕ 4К+, для того, чтобы вы смогли полностью насладиться. Может, даже включу и то, что называется таймлэпс. Поснимаю фонтаны в таймлэпс. Это же будет круто, наверное, догадался я. Ну, а теперь уже точно будем прощаться. Подписывайтесь, ставьте лайки. Напомню, на канале дофига всякого интересного, вкусного. Еще будут и за еду, потому что надо же попробовать всю еду, которая есть. Я сниму с той забегаловки, где я сейчас кушаю, за еду точно. А дальше, дальше уже как пойдет. Ну, и да, всем удачи, счастливо, пока. Смотрите другие короткие видео из Дубая. И, кстати, забываю все время сказать, инстаграмчик я туда публикую. Много-много разного и вкусного. Теперь точно увидимся и пока.